Да ладно, начинаем! Ламповый домашний пивной рекорд! Ага! Некроны против кровавой резни с демоническими машинами. Вот такой вот у нас будет стол домашний. Миссию играем Securing the Legacy из книжки Crimson Slaughter. Немножко видоизменили расстановку на такие типы диагонали, чуть видоизмененные. Цель некронов к концу игры держать Objective Marker, каждый приносит три победных очка. Некроны будут расставляться первыми, потом расставляются Crimson Slaughter, и у Crimson Slaughter будет первый ход. Итого, что мы имеем по армям? Армия некронов, две с половиной тысячи очков приблизительно. Основной детачмент у нас будет не праймери, а самый массивный. Мефрит, Династия, куча трупсы, 20 воинов, две пачки имморталов, 10 воинов. Туда же входят две пачки по два дестройера. Чуть-чуть видоизменили. В детачмент влезло четыре элиты. Два по пять без марков, пять гвардов с щитами и КТАН. Осколок КТАНа, Найтбрингера, приносящего ночь. Также у нас в хеви-суппорте есть Паучок и Скоробейчики. И в фаст-атаке еще четыре мотоцикла. Встретимся его, Магнором Ковра, с двойными властями. Стандартная закачка. Также у нас есть персонажи из двух династий. По Беку у нас в этой миссии Мекроны. Две династии сражались на планете за крупный корабль-гробницу погребенный. Но тут нашествие хаоса. Силы хаоса. Две с половиной пищи Кримзенслотеров. Куча культов, культистов. Их ведет такой вот демонический апостол. При поддержке. Это у нас персерки. Персерки Хорн в Лендрейдере. И две демонические. А, здесь у нас еще Маг на мотоцикле со сплавнами. А как же без него? Прямо из Марпа вылез. И у нас две демонические машины. Тво, бля, еще. Тво, бля. Точно, два, бля. Не матерись. Как же мы про них забыли. Вот. Драконы. С огнеметом. Ну, а как еще? Конечно. И... Это дракон. Страшная машина войны. И корневооружение. Трактор. Стандартная или... Нет, не стандартная. Закачанная. Закачанная. В самую Зюзю. В самую Зюзю. Тогда у нас здесь находится не Гатлинг, а огромная пушка, стреляющая черепами там из жопы. Хорна. Апокалиптик Бласт. И вообще полный трэш. И огнемет, который может перегреться, но с инстант дезом. И тоже куча вообще трэша. Хеллшторм. Шаблон. Это будет что-то нечто. Короче, во имя богов, да. Во имя богов хаоса и во имя некронов. Некроны династиям пришлось объединить остатки своих сил, чтобы обороняться. И сейчас мы начнем деплоймент. Так, деплоймент закончился. Первые задеплоились некроны. Деплоймент у нас приблизительно вот эта вот вся зона. Примзон Слоттеры. Противоположные к такому же треугольничке условно. Итого. У нас одна пачка иммортала в этой руине. Эти в этом импровизированы в линкере. Десять воинов в этом здании на втором этаже. Паук в той руинке. Танк. За стеночкой спряталось пять с корабельчиков. И в резерве осталось еще достаточно много некронов, которые будут потихоньку выходить, пытаться помочь основным силам. Ну и основной боинг некронов из кучи персонажей при поддержке телохранителя города стоит по центру построения. Кстати, можно быстренько еще рассказать про персонажа, что у них у кого-то. Да, кстати, это те. В принципе, у нас Салтех династия представлена генералом Немизором Зандрахэм. Он у нас варлорд, как самый хороший тактический гений среди всех этих чуваков. И с ним, конечно же, его бессменный телохранитель Вангард Аберон. И никем не любимый, но всем приходится его терпеть, Рикан Дивайнер. Ну, у них, понятно, весь варгир вшитый. А вот со стороны Мефрит Династии у нас неименные персонажи. У нас есть Дестройер Лорд с именем Сектум. Вот. У него, в принципе, коса, сфера воскрешения, четвертый ингуль, ну и больше ничего. Вот. Так, у нас есть Оверлорд. У этого Оверлорда, кроме косы и сферы воскрешения, есть еще апгрейд на Мефритовский артефакт Солар Термозит. Солар Термозит дает плюс одну силу к его оружию. И у него, кстати, еще одним из чужих. У нас есть активный. Типа того. Ну да. Штука страшная. И последний чувак Криптек в династии Мефритов, который в руке держит Гот Шекл. Это артефакт, позволяющий управлять и усиливать силу Птана. Только Криптек с этим артефактом. Птана, восьмая сила, восьмая, это нахуй, не пони седьмая. Получается. Норм. Ну и в принципе... Может под эти подставочки классные пошли пивные пробки, короче. Не заобще, пивные не кроны? Не, не надо нам такого. Ладно, погнали. Примзон, слотер, армия, выстроилась на просик. Куча культистов, просто деться от них нек. Маг при поддержке от исчадий хаоса. И Ландрейдер с Берсерками. У Мага... Хорнотрактор, всем понятно. Хорнотрактор будет нагибать своим огромной пушкой. Просто девятая сила. Реролл сайвов. Апокалиптик шаблон реально накроет мне всю диплоймент зону. Просто. Ну и в резерве, конечно же, у нас дракон и два облитератора. Возможно, мы о них даже вспомним. Возможно, они что-то сделают в этой игре. Ну, в общем-то, диплоймент закончился. Так о магии рассказать. О магии рассказать. Ну, маг на байке, понятно. Третий мастер и левел. Gift of Mutation. Так, больше особо и ничего у него нет. Из артефактов ничего. И у нас, так, Dark Apostle. Dark Apostle будет ванлордом. Так как он тут культистами всеми заправляет и посчитал нужным, что в армии заправлял все-таки он. У него тоже Gift of Mutation, а в принципе он обычный апостол. Ну, мы еще не сказали, что у нас не совсем корректные детачменты используются ради фана и бэковости, поэтому культисты мы все-таки взяли формацию с апостолом, где они могут возвращаться после смерти и ходят с 10-м ледоком, если они недалеко от апостола. Вот. Ну что? Давай... Начинать? Начинать. Тебе надо наролять, в общем, магию и гифты. Мы как-то это делаем очень вовремя. Лучше поздно, чем никогда. Итого, дары мутации на апостола темного. Посмотрел сам Нургл. Плюс один к Тафне. А вот маг на байке Хаммеров Раз. Получил Хаммеров Раз. Ну, учитывая, что он на мотоцикле, то ему это поможет, только если у него заглохнет его мотоцикл. Но по магии в телепатию нашел все нечетные заглянания, так что у него есть Доминейт, Террифай и, что самое важное, Инвиз. Ну что ж, в принципе, с этой точки мы и переходим. В первом ходу Кримзонов, если я не смогу засидеть инициативу. Что мы сейчас попробуем сделать? На шестерочку. Нет. Первый ход Кримзонов. Первый ход кровавой резни. Все продвигалось вперед, культисты бежали, эти бежали, бла-бла-бла. Из самого интересного. Лендрейдер проехал один дюйм, иммобилайз. Чем у нас занимаются хасидские лендрейдеры? Стоят. Стоят. На полках. Да. Стоит, правда, отметить, что бегут все неплохо, что берсерки были с шеи на шесть дюймов побежали, что большинство культистов на где-то пять или шесть дюймов. Пять, шесть дюймов. Одни только на три побежали. Да. Практически все культисты пробежали на полную скорость. Апостол, апостол мотивирует просто. Инвиз кастовал маг на себя спавнов. Больше, в принципе, ничего полезного не сделал. Ну что ж, большая махина. Выстрелила шаблоном. Хит. Накрыла этих пятерых. Этих. Этих. Этих шестерых. Этих шестерых. В общем, здесь вот такое вот было все накрыто. Просто хлам. Одна фунда. Результаты. Вся пиктура залегла, чтобы иметь второй сейв. Ни одной единицы. Ни одной единицы. Одна единица. Это инстант дес. Девятая сила. Шестые протоколы откинуты. Сюда. Скажи, что night fight. Сюда. Ни одной. Да, был night fight. Так что, в принципе, сейв получился второй залегший за счет этого. Здесь. Одиннадцать бунт. Зашло. Ни одной единички на пробитие. Из одиннадцати сейвов одна рана прошла. Вангарду. Вот скажите. Тысяча очков. Тысяча. Одна бунта. Вот стоило того. Возможно, стоило. Ну, мы это узнаем дальше. Ну, это совсем другая история, да? Первый ход некронов. Эти все залегшие так и остались. Ктан подошел к стеночке. Скоробейчики бежали вперед. Боинг тоже шел, бежал вперед. Никого не пытался стрелять, особо не дотягивались. Шутинг фазу. Ктан выбрал целью хорно-трактор. Надеялся на вытащить Тесла удар девятой силы или Д-силы. Но получился пулеметик шестой силы. Тринадцатую броню никак пробить не может. Действительно. Ну, в принципе, не все так плохо. Скоробейчики, пятидюймовый чарж с флитом, даже флит не понадобился, спокойно дошли. Двое умерло от четырех атак. От четырех атак трактора. С пятнадцати атак отлично попали. Пробили. Очень неплохо пробили. В принципе, пару ингулей откинуто. Восемь холлпоинтов осталось. Да, два из трех ингулей. Да, два из трех ингулей. И, короче, такой вот лайфхав. Скоробейчиков нужно всегда на них обращать внимание. Что на расстановке, что на хабу. Да, потому что про них забыли. Они тут критились до этого за стеночкой. Их было не видно. Про них забыли. Их было не видно. И, соответственно, эта хрень сейчас на втором ходу будет залочена в бою. И своим страшным шаблоном в меня не постреляет. Ну что ж. Второй ход. Да. Что у нас? Андрян, культисты здесь. Ну, давай по очереди. Ну, выманьте. Давай из того, что меньше меняло игру. Эти культисты прошли вперед. Корнотрактор в хтх-фазе скоробейчиков снес, освободился. Эти культисты в руинку вошли. Здесь были берсерки, вошли в хтх. Один остался. Все-таки смог залочить отряд моего боинга. Они фирлес стоят, дружат. Эти культисты тоже пытались. Герой, пацан. Культисты пытались помочь. Тоже зачем-то в чарже ли боинг. Ничего не сделали. Убежали. Убежали назад. Будут пытаться регруппиться. It will not die на машине не сработал. Осталось 8 халлпоинтов. Но, в принципе, сейчас она показывает. Он с нами прошел, зачаржил, снял одну вунду. Да. В инвизе. Инвиз скастил, в инвизе. Ну да. В ответку не получил. В инвиз в тан не попал, ему одну вунду. Те мы живем. Второй ход некронов. Будут выходить наши многочисленные резервы. Кстати, стоит отметить, что резервы хаоса решили, что им пока рано. Что дракон, что обли пока что сидят в резерве. Бонки сказали, не время. Совсем не время. Ну, посмотрим, что из этого получится. Так. Второй ход некронов. Из резервов вышли практически все. Не вышла только большая раба из 20 воинов некронов. Соответственно, что у нас было. Вышли байки из резервов, с вышутинг фазу проредили культистов. Два дестроера здесь же вышло. Ну, мы договорились, что у нас выходы с этой стороны и у него с той стороны. Да, руину даешь ломать полностью. Вот. Соответственно, эти вышли тоже проредили. Эти просто немножко подвигались. Побегали. Побегали, вот, растмувались. Здесь ничего особо не сделали. Радостно. Дезмарк и одна пачка сюда упала хит. Та спетерилась немножко дальше. Ну, в принципе, оба срапиды постреляли. Здесь проведили культистов. Здесь сняли часть. Здесь четверых, здесь пятерых. Убили последнего героя. Не торопись. Да, здесь был бедный берсерок. Его героически убили. Немножко перегруппировались. На консолидации немножко подвигались. Спавну движись и сняли. Ну, не только. И восстановили себя. Да. Сначала, во-первых, на взгляде смерти Ктана занесли бунду вот этому спавну. Восстановили себе бунду. Потом в инвиз попали два раза. Два раза пробили две бунды этому спавну. Спавны кинули с двух кубов одну атаку с каждого. Ничего не пробили. Мак ничего не пробил. Восьмая Тахнатащит. Эти все-се стоят, ждут. Боги покинули нас. Может и покинули. Но посмотрим, что будет. Третий хот-хаус. Резервы вышли. Все. Ну, все двуобои резервы. Дракон вылетел сюда. С огнемета один байк сжег, один дестройер сжег. Облитераторы высадились. Чуть-чуть заскеттерили. Стали даже удобнее, чем хотели. С огнеметов пожгли хорошо. Здесь были войны, по ним еще стрелял с шаблона на всю вот эту часть стола большим шаблоном форно-трактор. Войны завалили мораль, убежали с карты вообще. Самое интересное, что обли сделали больше, в принципе, чем трактор. Да, это стоит подтвердить. Облитераторы внесли вунд и убили намного больше воинов, чем трактор со своим большим шаблоном. Трактор, в принципе, чуть выехал. Огнеметом сюда ничего не сделал. Там два плюс с реролом, его нестящий огнемет с АП3 здесь не круто. Как бы самое интересное, что даже до реролов не дошло. Одиннадцать. Ну да, кстати, одиннадцать кубов, ни одной единицы на втором арморе. Так и живем, микроны. Так, один дестройер умер. Он был в одной бунде. Ему до этого одну бунду снял с ласки лендрейдер. Или с хэви болтера. Еще с чего-то снял. С ласки вроде. Вот. Трактор это чуть добил. Культисты... Чем у нас занимались? Одна пачка культистов пришла сюда. Постреляло ничего. Чардж трое умерло. Культисты все живы, по-моему, да. Нет, по-моему... Культистов двоих убил. Но, в общем, два иммортала осталось. Ледаками завалили. Стоят, дружат. Эти восстановили. Кстати, в начале хода вообще формация эта. Формация твоя работала. Восстановили в одном отряде. Два, три, четыре. В третьем отряде. Да, два, три, четыре восстановили культисты. Так что они, короче... Культисты живут. И вообще апостол их ведет. Но эти... Ожидалось больше, что культисты будут как-то умирать быстрее. Они, в принципе, как-то... Да, этот отряд культистов регруппнулся героически восьмым ледаком. Впритык движется в сторону второй пачки дозмарков. Но ничего особо не сделали. Эта пачка пыталась залочить в бою Боинг. Но ничего. Но овервотчи погибло. Н-ное число не дочарджили. Да, достаточно сильно их в овервотчи попали. Ничего не дочарджили. Тем и живем. Впринципе, такой вот хотхаус... Две бунды сняли... Да. Спавны с... Магом. Да. Спавны, кстати, стабильно кидают результат на мутации на 2D6 на количество атак. Ну, выкинули по 6 атак. Накидали. Две бунды сняли. Но пока что стоят, дружат. Там на себя Боинг мага спавнов на себя вытянул и героически и живет. Ну, кстати, очень даже хорошая тянь. Да вообще нормально. Сколько он стоит? 240 очей? Ну, твой Боинг где-то столько же стоит, на самом деле. Боинг мага сколько стоит? Боинг мага 150-160. И по 36 очков за каждого. Этого, ну, не намного больше, на самом деле. Да, но то, что он держит их, какое списает многих. Да, это, в принципе, живут здесь пацаны. Ну, вот это пацаны. Ну, посмотрим. В принципе, будет четвертый, ой, третий код некронов. Посмотрим, что будет. Выйдут еще резервы. Будем убивать реглитератора. Моя колбаска развалилась. Разбираться с трактором. Посмотрим, как пойдут наши планы. Что у нас? Вышли резервы. 20-ка воинов-никронов вышла. Ну, и, в принципе, потом все эти некроны, морталы... Не, не все и морталы. Но это пачка, это пачка. И один дестройер постреляли. В принципе, превозмогли только 20-ка воинов. Одного... Убили, а бля, нургла. Не матерись. Не матерюсь. Это... Ты бля сказал. Бля, да. Ну, потому что это... Запипеш. О, обль. Да. Дальше, что у нас? Здесь один дестройер, байкеры постреляли по дракону. Байкеры один лэнс занесли. Да, ну, в принципе, ничего страшного особо не сделали. Дальше, что у нас? Здесь... Пять... Да, мы вспомнили, что на предыдущий ход должны были по правилам нашей миссии вернуться из резерва убитый отряд берсерков. В них немножко постреляли на наш ход. Да, двоих убили. На следующий ход сдохнем, как берсерки зачарфятся. Здесь апостол скультями... Затолько осталось, короче, 8 корн прям в тему. Да. Число корна... Восемь... Так и планировалось, на самом деле. Берсерков корна... Это тактика, так и планировалось. Ну, все как задумано. Один стоит. Апостол с культами убили еще одного иммортала. Там, по-моему, кого-то потеряли, не потеряли. А, не, шестой сейв! Шестой сейв на культе взяли. Но ледак прошли, так что все еще с имморталами стоят, дружат и радуются. Тут что-то умерло. Чуть-чуть. Там постреляли чуть по культам, чуть умерло имморталы. Ничего особенного не произошло. В этом хтх... Ктан до этого себе одну вунду восстановил на культистах. Убил взглядом смерти. Остался в одной. В хтх... Не, он в двух. Потому что он одну восстановил и одну потерял с атак этих. Кстати, у нас спавны уже, по-моему, четвертую или пятую фазу хтх кидают ровненько троечку. Они постоянно, они только тройки выкидывали. Только троечку. На мутацию. Но. Постоянство. Постоянство. Поизоны не светят, какие-то атаки пытаются наваливать. Ктан терпит. Маг не может. Но инвизка стоит, так что пока держится. Так что, в принципе, он... Да, а вот тут интересный момент. Боинг взял, зачарджил трактор. Три косы. С реролами там всего, чего только можно. Занесли восемь пней. Восьми халфоин. Семь пней. Семь или восемь. Ну, в общем, много. Там было куча пней. Реально, способ. В этот трактор. У него было восемь халфоинтов. От всего этого был не откинуто. Всего два пятых. Не откинуто. Все остальное радостно откинулось. Шестерок. Шестерок на пробитие, на взрыв не было. Так что, всего два халфоинта потерял. Стрелять мы не умеем, но... Живем. Учитывая, что мне этот трактор убил двоих. Лич гвардов с щитами. То у меня потихоньку заканчиваются парни, которые могут терпеть. А терять персонажей мне уже не очень хочется. Так что посмотрим. Возможно, корно трактор еще затащит и немного мой боинг прорядит перед смертью. Ну, а так уже больше у него, так что... Ну, перед смертью, в принципе, может здесь еще пошурстить. Посмотрим. Может даже вообще затащить. Ну, и в принципе, на этом радостно переходим. Это у нас уже, что ли? Ходу хаоса. Пятый ход хаоса. И четвертый. И четвертый ход. Четвертый ход. Значит, это был третий ход некронов. Да, это был третий ход некронов. Извините. Так, четвертый ход некронов. Хаоса. Нет, хаоса четвертый ход. Футы, блин. Совсем уже позднее время. На самом деле, результативный. Результативнее, чем все ходы в этой игре. Это стоит отметить определенно. Да. Давай по ходу. Что, кто, куда двигался. У нас давай с этой стороны. Да, дракон подлетел. Дальше. Пожарил вместе с облитератором. Облитератор сосолки пострелял. Ну, поредили никого. Этот огнемета нормально поредили. Здесь было 20 чуваков. Я кидал ледак, и они прошли, да. Нифти. Эти чуваки проредили их нормально. Так, кто ходил дальше? Культисты подтянулись, замязали в хтх. Ничего культисты не сделали. Это давай попозже расскажем. Культисты пришли, это никому не интересно. Культисты пришли. Берсирки пришли, вырезали. Ледак я завалил. Я потерял, по-моему, всего одного. Двоих. Двоих. Я потерял двоих. Восьмой ледак мне прошел. Свипнули. Здесь культисты с апостолом героически последнего дезмарка тоже дожали, освободились на 6 дюймов, сконсолидировались и тут ко мне. Так, здесь, кстати, важно, впервые спавны выкинули поизонт и 6 атак. И просто порвали. Еле-еле, кстати, дожали. Ну, с пользованными 6 атаками они реально съели. Съели бедного Ктана, освободились, к сожалению. Причем практически они все еще в полной силе, все 4 сплавна живы, хоть и побитые. Да, в силе что-то сделать. Да, и в этом ХТХ, как было сказано, культисты бесполезны, но дальше. Хорно-трактор убил Криптика. Криптика? Криптика отдали. Семью атаками. Да, 7 атак было, убил Криптика, Криптика на самом деле отдали. Там была шестерочка на Досили, его надо было отдать, а на обычное пробитие Досили имбуд взяли. Дальше, опять занесли, ведро глэнсов и пней. 5 глэнсов, 3 пня. Не, там было 3 глэнса, 5 пней было. 3 глэнса, 5 пней, все серьезно. Да, 3 глэнса, 5 пней, откинуто, как боженька. Как будто третий ингулини, пятый. Он кидается, как будто третий ингулини, пятый. Он все еще стоит, всего в трех халлпоинтах, но он держит и как бы уже это искринить особо не кем. Но Дракон и он уже не восстановили жизни, так что... It will not die не работает. Заканчиваемся, заканчиваемся. It will die. Да, it will die, но... Сопротивляемся, живем как можем. Четвертый ход, Некронов. И Драктор закончился. Ну, спойлеришь ты, спойлеришь. Ну, хотя, сложно не заметить, что исчезла такая махина с поля боя. В принципе, какой был эффективный четвертый ход у Хаоса, в принципе, у Некронов он получился более-менее эффективным тоже. Все постреляли пехтуры... Даже не все, в принципе, хватило воинов, и это пачки имморталов, чтобы добить последнего облитератора. Логично. Так что опять контролируем эту точку с помощью воинов. Здесь постреляли с дестроеров, с аморталов, с этого постреляли в дракона. О, смотри, держись. В одном халпоинте все еще летает. Ты его еще рукой пытаешься добить, да? Пытаюсь, пытаюсь его рукой добить. Плохо-плохо. Не получается. К сожалению, он все живет. К сожалению, он живет, да. Ну и, в принципе, здесь эпичная битва. Кстати, культисты. Здесь была орава культистов. 31 штука. 64 атаки, учитывая, что там 2 было чемпиона. Куча попала. Просто попала куча. Ну, конечно, в третий сейв со всякими реролами протоколов ничего они не сделали. И мои лорды. Дестройер Лорд вообще там ничего не сделал. Или в ангар. Кто-то из них вообще ничего не сделал. 3 халпоинта оставалось. Занесли. 3 пня. Отсейвили. Отсейвил. 2. 2 или 1? 1-1. 1 отсейвил. То есть, снесли 2 халпоинта. Он в одном халпоинте. Но 2 пня кидаем на пробитие. Шестерочка. Тот самый халпоинт дотянули. Вынесли все-таки. Взорвался и унес с собой кучу культей. Забрал с собой кучу культей. Взрыв получился у него неэффективный. Выпал самый слабый тип взрыва. И никуда не заскатерился. Модель большая. Поэтому центр шаблона с Десилой остался на месте самого же. Трактора никого особо не зацепил. Было бы на никуда. Трактор, в принципе, был раскачан до 10 атак в этом хтх. И забрал с собой, отдали ему четвертого гвардейца. Пятый там еще где-то. Тысяча очков, да? Сколько гвардеец? Гвардеец 30. Честь стоит. Инвули на Арика не были взяты с обычных не шестерочных Деток. Поэтому мы все-таки с ним справились. Понесли потери. Но Боинг свое дело сделал. Трактор все-таки свои тысячи очей не окупил. Да. И, в принципе, мы переходим к пятому ходу. Но на самом деле у Хаоса уже мало чего осталось, чтобы именно точки отжать. В принципе, сейчас у Хаоса главное, что могут сделать, это все еще живой мини-боинг-спавный маг. Который может сейчас начать у меня в диплое устраивать кровавую баню на пехоте, которая ему ничего сделать не может. Но хватит ли этого, чтобы законтролить хотя бы два маркера? Мы это посмотрим. Пятый ход Хаоса. Хаос заканчивается. Хаос заканчивается, да. Дракон с непрошедшим Даймонд Форджем не мог стрелять с огнемета. Улетел. Там чуть-чуть вектор страйком от новой иммортала убил. Ничего кардинального. Здесь выпали по миссии нашей вернувшиеся обли. Выпали здесь. Кстати, да. Короче, у нас был лайфхак в этой миссии. Облитераторы получили мега-бонус. Они могли чаржить после страйка. Неожиданный, да. Неожиданный бонус. Они постреляли, ничего не пробили, прочарджили, убили одного иммортова или двоих. Но остались в ТХ залоченные. Получили свой бонус. Боги хаоса были кинговые спины. Почаржили после страйка. Да. Вот. Не изменилось ничего. У нас здесь есть баг на майке. Да. Который пытался прочаржить этих воинов, чтобы эту точку заскорить. Овервотч. Божественность воинов. Две вунды в инвиз спавну. Ну, с напшотами без разницы. На шестерочке. В шестую тофну. Одного спавна убрали. Не до чаржили. Не до чаржили. Действительно так и было. Здесь было большое пятно культистов. Которые мы радостно поубивали и свихнули. И освободились. И идем к апостолу Морлорду. В гости. А он как всегда не боится. Идет вперед. Он ничего не боится. Идет вперед. И посмотрим, что у него будет. На самом деле. Бэк обожат игру. Он не должен, понятно. Векова отыгрываем. Да. В принципе, сейчас два момента. Это смогут ли облитераторы освободить эту точку. И если будет шестой ход, смогут ли эти чуваки освободить эту. Зачистив. Это может многое решить. Шестой ход. Ну, будем смотреть, что у нас будет сейчас. Пятый ход некронов. На часах. Два ночи. Два ночи. Радостно. То, что надо. Фокусируйся, камера. Да. Пятый ход некронов. Что сделали? Со всего стреляли в спавна в инвизии. Со всего, что было. Не то, чтобы много чего было. Ничего не сделали. Был шанс одного вундауа добить. Не смогли. Здесь байкеры сделали турбобуст. Лайнбрекер пытаются сделать, если игра закончится. Здесь был отряд культистов с апостолом, варлордом. К нему радостно пришли и радостно вырезали этот отряд. Боин хлам. Освободились. Себе в пламе. Берсеркеры на пути к славе. Берсеркеры на пути умереть еще раз, судя по всему. Но у нас здесь важный момент, что в этом хтх облитераторы дорубили двоих иммерталов. Держат точку. Правда, она почти сейчас дескорится этим дескорером. Но, в принципе, у этих чуваков есть шанс еще что-то сделать, если будет шестой ход. Даже если пятая часть хаоса заданий частично выполнила. Кинь на продолжение. Будет ли у нас шестой ход? Нет. На этом игра заканчивается. А были какие-то планы? Эх. Более ли менее уравниваться? Да. Спасибо за это. Что-то приблизится. Ну, в итоге получилось, что одну точку мы дискорим и две я все-таки контролирую. Все-таки некроны смогли удержать свои позиции. В принципе, у некронов кое-чего вполне себе проредили. Вот здесь вот это все уничтоженное у некронов. У хаоситов уничтожено миллион пультистов. Но... И трактор. И трактор. Ну, по сути, еще берсеркеры уничтожены. Трактор был молодцом, но как есть. Он, в принципе, то, что должен был, он продержался. Ну, стой. Ну, скажем так, он кидал инвулий на ура. Мог сдохнуть раньше. На самом деле, было суть армии. Короче, тупо как-то, не знаю, бэково-небэково двигаться вперед. Естественно, кого более или менее послали, это облей и спавнов магов, чтобы как-то проредить. Да. Был вы. Спавны долго стояли в Ктане. Да. Ктан их задержал. Вот не рассчитывал у нас только застрять. Облитераторы в целом неплохо себя показали. Ну, кстати, еще умерли облитераторы, они второй раз вернулись. Не, ну они вернулись второй раз, но в целом. Они один отряд воинов здесь несли, здесь несли имморталов. Стали эту точку пытаться контролировать. То есть, в принципе, облитераторы вполне себе что-то показали. Спавны слишком долго стояли в Ктане, вот на это не рассчитывали. Долго стояли, и то, что сюда не дочарджили. Сколько там было? 7 дюймов после убитого спавна не смогли дочарджить. 7 дюймов, конечно, неприятный чардж по дистанции. В принципе, логичный более или менее по математическому эффекту. И неприятно, что на первый ход застрял Лэндрейдер, что было очень неприятно. Лэндрейдер, конечно, стоил многого. На первый же ход иммобилайз в этом бедно. Да что это? Какой-то полный с какой-то травкой и какими-то камушками. Боже ты мой. Там гусеницы из папье-маши, наверное, сделаны. На него был немного другой уплак. Да, он должен был приехать в эту часть моего деплоймента, высадить там берсерков и отвлекать меня. И здесь эти берсерки, учитывая, что мой боинг все равно был заточен здесь привлекать внимание и разбираться с трактором, то если бы Лэндрейдер проехал мимо, то это реально здесь могло бы решить судьбу вот этого фронта и вычистить здесь точки ключевые. Ну и опять же, спавны учистили бы это, в принципе, вполне будафи, так как они долго не стояли. На что я не рассчитывал вообще никак. На ход меньше продержался. Поизон не выпадал, а без поизона на шестерочке Ктана достаточно тяжело бундить. Ну да, но топором тоже мага. Ну и топором мага тоже, только на шестерочке. Да и форсы, да. Форса не работает, потому что Этернал Вориор у Ктана. Да. Так что, вот, ну как раз, в принципе, в принципе, не хватило вот хода зачистить эту точку, как раз Таня задержался. У него там с одной вундой торчал. Ну, нет, он там в двух-трех был, да, что-то восстанавливал себе, держал взгляд смерти. Не хватило тут, взгляд смерти помогал. Ну, в целом, в целом, Багровая Резня свою миссию не выполнила, но... Приблизилась к этому. Приблизилась, да. Некронов нормальное количество повырубали. В принципе, Даркапостал не выжил, но маг вполне себе жив. Он наследовал варлорд. Да, стал новым варлордом. На этом расходимся. Два часа ночи. Пора. Всем спасибо и удачи. Все.